МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пьяный мужчина ударил полицейского. Какой срок он получил за неуважение к представителю власти? Группу экстремистов задержал Комитет национальной безопасности. Она состояла из семи казахстанцев и одного иностранца. Они занимались религиозно-экстремистской деятельностью и пропагандировали терроризм. Во время обысков у них изъяли запрещенную литературу и другие вещественные доказательства. Трое членов группировки ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в КНБ. Военный суд Акмолинского гарнизона приговорил их к лишению свободы от одного года до восьми лет. Королевский подарок. Коробку с гашишем отправили посылкой из Швеции в Астану. Сотрудники агентства по финансовому мониторингу и Коспочты обнаружили ее на участке контроля международных почтовых отправлений. Вес коробки составлял около 500 грамм. Агентством по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения через государственную границу Республики Казахстан наркотических средств. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат. Доставку запрещенных предметов в колонию перехватили в Североказахстанской области. Попыток было несколько. В первый раз заключенным учреждение под номером 48 хотели передать 5 мобильных телефонов, сим-картами и зарядными устройствами. Кроме этого добавили 3 пары наушников и 4 USB-шнура. Во втором случае изъяли 7 мобильных телефонов и 3 сим-карты. По данному делу задержали двоих граждан 24 и 54 лет. Проводится сбор материалов для дальнейшего направления в суд и их привлечения к ответственности. Поймались по личным. Оперативники задержали у Скаменогорца, который раскладывал закладки неподалеку от городского пляжа. В сумке у него было 18 пакетиков с порошкообразным веществом и специфическим запахом. Позже при обыске дома у молодого человека нашлось более 42 грамм психотропных веществ. По весу это эквивалентно 140-разовым дозам, подчеркнули в департаменте полиции. В отношении закладчика возбудили уголовное дело за незаконное хранение избытно наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А это кадры неудавшегося ограбления в одном из столичных обменных пунктов. Мужчина в маске и перчатках грозно требовал кассира выложить ему все доллары. Затем попросил поднять руки. Но кассир смогла нажать на тревожную кнопку. После того, как в офисе раздался громкий звук, грабитель напугался и убежал. Известно, что подозреваемого уже задержали. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Пистолет, который был при нем, оказался игрушечным. По горячим следам пьяную угонщицу задержали в Искаменогорске. Владелец машины в 5 утра стал свидетелем того, как незнакомка лихо уезжает на его автомобиле в неизвестном направлении. 30-летний горожанин обратился с заявлением в полицию. По камерам видеонаблюдения определили, куда уехала девушка. Выехавшая на перехват группа при задержании обнаружила, что она находится в состоянии опьянения средней степени. Почти 5 лет за неуважение к представителям власти полицейские сняли с поезда пьяного пассажира, который по дороге из Астаны в Атырау не давал покоя другим. Дебоширом оказался 29-летний житель Атыраусской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств. При выяснении обстоятельств мужчина вел себя агрессивно. Беспричинно выражался нецензурной бранью в адрес полицейских. А одному из них даже нанес телесные повреждения. В отношении нарушителя порядка проведено досудебное расследование. Приговором у Галжарского районного суда Актюбинской области его признали виновным по фактам оскорбления, угроз и насильственных действий в отношении представителя власти. Любители экстремальной езды наказали в Павлодаре. На одном из перекрестков города свадебный кортеж нарушил не одно правило дорожного движения. Молодым людям было так весело, что они ехали, сидя на оконных проемах. Свадебный кортеж остановили, а водителей привлекли к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф. Стражи порядка призывают всех соблюдать правила дорожного движения, так как от наших действий могут пострадать и другие. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова